Я хочу рассматривать вкупе с порфириями. Почему? Потому что это заболевание в большей степени относится к нарушению синтеза гема. У седробластной анимеи бывают две этиологии. Это наследственные, в частности, как раз эти порфирии, и приобретенные. Я решила использовать, во-первых, вот эту схему синтеза гема, а во-вторых, напомнить, какие порфирии бывают, и с нарушением какого фермента они связаны. Поэтому пробежимся немножко по ним. Во-первых, это уросинтаза. Уросинтаза – это немножко упрощенный, конечно, вариант. Смысл такой, что на пути синтеза одного из метаболитов снижается активность одного из ферментов, и в результате будут накапливаться те метаболиты, которые находятся выше действия этого фермента. В частности, для острой перемежающейся порфирии будет накопление порфирин-белиногена и ала – это аминоливолиновая кислота. Эти вещества, напомню, обладают нейротоксичным действием, поэтому при данном виде порфирии не наблюдается. Это типичные картины порфирии, то есть нет фотосенсибилизации, но при этом есть системные проявления порфирии, которые заключаются в тахикардии, в подъеме артериального давления, в спутанности сознания, в психозах. И иногда еще может проявляться за счет спазма сосудов проблемы с кишечником, когда у пациента мучают резкие боли в животе и открывается рвота. То есть постановка диагноза довольно сложная. Так как вот эти метаболиты не окисляются в коже под действием солнечных лучей, то и диагностировать порфирию становится довольно тяжело. Можно оставить мочу этого пациента на солнце на длительный период, и если она приобретет винный оттенок, как раз произойдет окисление некоторых порфириногенов, то тогда мы и увидим и сможем поставить диагноз. Но это всего лишь одна из порфирий, на самом деле их много. В частности, та самая типичная, которую мы называем болезнью вампиров, это нарушение действия фермента косинтазы, который занят изготовлением изомера уропорфириногена третьего типа. Изомер третьего типа. Но дело в том, что есть еще и другой фермент, который занимается синтезом изомера первого типа. И за счет того, что организм пытается усиленно синтезировать необходимые для гема структуры, в результате побочным продуктом является порфириноген первого типа, и его скапливается огромное количество, в 100 раз больше, чем необходимого третьего изомера. И как раз действием вот этого метаболита обусловлена вся клиническая картина этого вампиризма. Это и сверхчувствительность к действию солнечных лучей, то есть кожа таких больных очень чувствительна, вплоть до рубцевания, искажения черт лица, вплоть до эрозии концевых фаланг пальцев. Кроме того, естественно, будут и системные проявления, и изменения в моче. То есть мы увидим красную мочу за счет скопления вот этого изомера. Следующий тип порфирии – это ту, которую я просила запомнить при помощи мнемонического правила урод. Урод или, мы расшифруем это слово некрасивое, уродекарбоксилаза. Это фермент, который занят изготовлением копропорфириногена, то есть он урод превращает в копро путем декарбоксилирования. И с нарушением действия этого фермента связана поздняя порфирия кожи. Поздняя порфирия кожи – это мужчина средних лет, который имеет также фоточувствительность. Я просила, я там картиночку такую оставляла, еще лица такого волосатого. Это вот как раз связано, да, вот этот гипертрихоз на скулах тоже часто довольно сопровождает этот тип порфирии. Но, значит, не только эта порфирия нас интересует. Есть еще так называемая наследственная копропорфирия, та, которая занимается некая, одна из оксидаз. Накопление копропорфириногена будет давать моче красный цвет, но в остальном заболевание будет похоже на острую перемежающуюся. Только если острую перемежающуюся довольно тяжело диагностировать, то вот эта вот наследственная копропорфирия за счет розовой флюоресцирующей мочи, она себя, в общем-то, выдает. Следующая оксидаза, ее нарушение дает нам мозаичную порфирию. К сожалению, ее клиника очень разнообразна. Она может быть похожей на острую перемежающуюся, и на типичную позднюю порфирию кожи. Проявляться может в разном возрасте, поэтому довольно тяжело ее диагностировать. Ну и, наконец, последняя эритопротопорфирия – это нарушение хилатирования протопорфирина. И ее проблема в том, что страдать-то будут как раз дети, примерно в районе 5 лет, но у них фоточувствительность, она не так выражена, она в основном в виде эритем, о чем вы можете не знать. И это будет проявляться в острый период болезни. А моча этого пациента не окрашивается вообще, поэтому поставить диагноз довольно тяжело. Так, что из всего этого нужно запомнить? Что сидробластная анемия, которая также связана с синтезом гема, может под собой иметь некий генетический дефект в этих всех ферментах, которые участвуют в синтезе этого гема. И, как правило, мы можем увидеть на фоне уже диагностированной, например, порфирии. И наоборот, мы можем основываться на, поставив диагноз сидробластной анемии, мы можем, это еще один, скажем так, плюс к диагнозу порфирии. Что же такое, почему здесь отмечен свинец, плюмбом? Плюмбом отмечен в двух местах. Он будет нарушать как хелатирование гема, так и ингибировать синтезу, аллосинтезу, это синтеза аминоливолиновой кислоты. В результате, в принципе, тоже будет нарушение гемы, естественно. Сейчас мы поговорим о клинической картине, там об этом будет немножко подробней. То есть сидробластная анемия может быть как наследованная на фоне каких-то генетических проблем, так и приобретенная на фоне каких-то токсических проблем. И в частности, например, приобретенная токсическая порфирия, она тоже возникает на фоне каких-то действий, каких-то факторов. В частности, например, гексохлорбензол, этанол и даже некоторые виды гормонов, эстрогенов, например, могут ее вызывать. Но и отравление солями свинца тоже зафиксировано, то есть тоже может вызывать картину порфирии, но и плюс сидробластную анемию. Здесь перечислено несколько веществ, которые могут вмешиваться в этот процесс. Нам не так важно, нам важно собрать анамнез пациента и связать его с данным диагнозом. Почему дефицит передоксина и дефицит меди могут вызывать также сидробластную анемию? Утого, естественно, грубый дефицит, ярко выраженный. Потому что эти вещества, они участвуют в как кофакторе, например, передоксин необходим для действия аллосинтазы, а купрум необходим для действия хилотазы. И хватка этих веществ, естественно, будет нарушать синтез гемы. То есть, видите, не токсическое, не ингибирование ферментов, а наоборот, нехватка каких-то кофакторов может также привести к этому заболеванию. Здесь просто для, может быть, в помощь для запоминания разных видов порфирий нанесла, так как мы этой табличкой пользовались для разбора порфирий, я просто нанесла сюда все виды порфирий и ферменты, которые подвержены каким-то, скажем, ингибированию. В каких ситуациях они на фоне мутации, они менее активны. И, наконец, сидробластная анемия. Значит, как мы ее будем диагностировать, что мы увидим? Во-первых, в периферической крови будет снижение вот этих вот загадочных букв. Мы сейчас их разберем, но вообще есть лекция, во-первых, по нормальным показателям крови, и еще будет лекция по нормальным показателям крови, но более подробная, где я буду разбирать все с формулами. Там можно это еще раз посмотреть. А сейчас я вставила, чтобы просто напомнить. Значит, HB – это так называемый гемоглобин. Ну, естественно, если гем не синтезируется, синтезируется плохо, то и гемоглобина будет меньше. Вот эти три буквы – HCT. Это гематокрит. Что это такое? Это процентная доля эритроцитов в цельной крови. То есть мы берем пробирку, грубо говоря, и можем посмотреть, скажем, объем эритроцитов, эритроцитарной массы к объему плазмы. Это может быть 1 третья или половина, и это будет нормой. Да, процент. Вот если мы посмотрим у мужчин и женщин, у мужчин примерно половина от пробирки должно быть эритроцитарной массы, а у женщин от третьей до половины. Примерно так. Это все просто для запоминания, для понимания. Конечно, все более тонко, но мы сейчас так ориентируемся. Взяли пробирку, посмотрели. Если половина составляет эритроцит, значит гематокрит нормальный. Процентная доля эритроцитов в цельной крови нормальная. Далее, что такое МЦВ? МЦВ – это средний объем эритроцита. При нарушении синтеза гема нарушается и сам эритроцит. Мы увидим в периферической крови анизоцитоз. Анизоцитоз – это маленькие эритроциты. Поэкилоцитоз – это нарушение размера эритроцита. Размер эритроцита, средний объем эритроцита должен составлять от 80 до 100 фенталитр. И вот этот вот МЦВ как раз, он будет и снижен. Почему? Они будут просто мельче. Не такие, как должны быть. Меньше 80. Поэкилоцитоз – это изменение формы эритроцита. Например, стоматоциты или мишеневидные эритроциты. Но это вам выдаст врач только в случае, если он сделает мазок и посмотрит на мазок крови через микроскоп. Аппарат этого не выдает нам, он просто выдает, но анизоцитоз он может выдать, потому что он может померить объем эритроцита и, соответственно, сказать, что что-то там у вас с размерами эритроцита не то. МЦВ – это среднее содержание гемоглобина в эритроците. Ну, естественно, мало синтезируется гемоглобина, его будет меньше в эритроците, это логично. То есть эта цифра будет уменьшаться. А вот эта цифра похожая, то да не то. Значит, это средняя концентрация гемоглобина в эритроците. Вот я специально дала формулу, чтобы понимать, что такое содержание гемоглобина в эритроците. Мы просто берем весь гемоглобин, который аппарат намерил нам во всей крови, и делим его на количество эритроцитов, которые аппарат намерил во всей крови. Ну, естественно, да, то есть поделили количество гемоглобина на количество эритроцитов и получили некую цифру. Это и будет примерное содержание гемоглобина в эритроците. Для параметра MCHC мы берем немножко другие показатели. Мы гемоглобин делим на гематокрит. А гематокрит – это соотношение объемов эритроцитов к плазме. Поэтому я думаю, что следует ориентироваться на этот MCHC показатель. Единственное, смотрите всегда, можете всегда и сами вычислить, если ваш аппарат это не считает. Только смотрите внимательно на единицы измерения. Чтобы получить MCH в пикограммах, мы должны взять гемоглобин в грамм на литрах. Я просила запомнить гемоглобин 12 на 6 – это для экзамена. Это такая цифра на самом деле нестабильная. На рабочем месте ориентируйтесь на цифры того населения, с которым вы работаете, среднестатистическое, или референсы вашей лаборатории, потому что они лучше знают. Они знают, какие реагенты они используют, какого производителя и какие там референсы должны быть. Но для экзамена сейчас, так как у вас не будет никаких референсов, надо запоминать вот эту цифру. Гемоглобин от 12 до 6 грамм на децилитр. Если нам нужно перевести в грамм на литр, мы должны вот эту цифру умножить на 100. То есть у вас будет 120-160. Это будет норма гемоглобина. Вот сюда вы должны поставить цифру 130, например, в зависимости от того, что у вас там у пациента. А сюда вы ставите, например, 4,5 на 10-12. И тогда вы получите как раз вот эти пикограммы. Для MCHC здесь вы можете оставить цифру в грамм на литр, потому что вы делитесь на самом деле на проценты и ничего вам переводить не надо. Цифра будет такая же, да, тут 31-37. Это норма для средней концентрации гемоглобина в ретроците. И вы, соответственно, думаете, ага, какая-то анемия, что-то там не так. Так, плюс еще вот этот показатель РДВ загадочный. Что такое РДВ, да? РДВ – это вариабельность объема ретроцитов. Что это такое? Специально вот здесь вот оставила эту схемку. Значит, аппарат, особенно умный аппарат, он считает, сколько, ой, сколько ретроцитов данного диаметра, данного объема встречается у этого пациента. Вот таких 20, вот таких 50, вот такого диаметра 100 эритроцитов он насчитал, например, таких вот. То есть он берет 1 мл крови и считает, распределяет эти эритроциты по объему. И получается такая кривая. Чаще всего должно встречаться, ну, например, если это будет в норме. Например, 90 фемтолитр, вот это будет его нормальный объем. А остальные либо чуть больше, либо чуть меньше. Если у вашего пациента встречается большое количество эритроцитов маленького диаметра, или наоборот, большое количество эритроцитов большого диаметра, то эта кривая будет изменяться, она будет расширяться. Это как раз и есть увеличение РДВ, когда вот эта вот кривая расширяется в ту или в иную сторону. А может быть и в обе, неважно. Естественно, если у вас анизоцитоз, то есть у вас встречается большое количество эритроцитов, не только нормальных, но и маленьких, которых не должно быть, ну, как бы их должно быть очень маленький процент, а их много, тогда у вас вот эта кривая, она будет широкая, да, и вам аппарат выдаст увеличение РДВ. И вы еще отмечаете для себя, что там анизоцитоз, то есть средний объем эритроцита снижен. Ага. Может быть это связано с дефицитом железа, думаете вы? Ну, для синтеза гема нужно железо. Чаще всего, конечно, люди страдают железодефицитной анемией, но вы замеряете железо у пациента, можете даже ОЖСС померить, а у него все в норме, железо в организме дофига. Что же происходит? Почему же не происходит синтез нормального гема? А это вот как раз проблема в том, что синтез этого гема где-то запоролся, где-то блок находится на этом этапе. И в частности, например, мы сейчас рассмотрим именно отравление солями свинца. Вот эти вот картиночки, это костный мозг. Нельзя ни в коем случае путать периферическую кровь с костным мозгом. Значит, в костном мозге могут встречаться предшественники эритроцитов, и это нормально. Предшественники эритроцитов имеют ядро, они имеют другие структурные элементы, такие как митохондрии. В периферической крови, конечно, вот таких эритроцитов видеть не должны. Это подтверждение диагноза сидоробластной анемии. Значит, что вы увидите, что, точнее, врач лабораторной диагностики, в лаборатории увидит в костном мозге. А он вам выдаст большое количество повышения ядра, содержащих вот этих вот предшественников эритроцитов. Так еще и он укажет, что есть сидоробласты. Сидоробласты – это вот эти клетки. Что их отличает? Значит, вот тут мы видим такой венчик. Это сохраненные еще митохондрии. А в них внутри точки. Эти точки – это железо. И здесь, это из Википедии картиночка, то же самое. Это сидоробласт – это предшественник эритроцита с ядром, с венчиком вокруг. Это еще митохондрии работающие. И в этих митохондриях откладывается железо. Почему оно там откладывается? Потому что железа много, железом насыщен организм. Он просто не может использовать это железо по назначению для синтеза гема. Что значит нам слово сидоробласт? Сидорос – с греческого «железо», «бласт». Ну, естественно, что это эритроцит, вот этот вот «бласт». Но на самом деле, чтобы подтвердить вот так вот диагноз сидоробластная анемия, это же нужно взять на анализ костный мозг. А вы уверены, что вам это надо? Что вам нужно лезть в костный мозг пациента, чтобы поставить этот диагноз? Значит, есть еще один способ подтвердить этот диагноз, не залезая в костный мозг. Но это свойственно только для анемии при отравлении свинцом. То же самое в костном мозге увеличение сидоробластов. Гемоглобин может упасть аж до 50-60, но, правда, снижение будет плавное. То есть это не за один день произойдет. Обратите внимание на единицы измерения. Грамм на литр. Если мы говорим о норме, которую я просила запомнить для женщин, 12-16 грамм на децилитр, то, представляете, 12-16, а тут 5-6. Все то же самое снижением вот этих вот параметров и содержание гемоглобина в эритроците, и концентрация. При этом железо будет в норме. Анизоцитоз, пойкилоцитоз. Анизоцитоз – это уменьшение, да, пойкилоцитоз – изменение формы эритроцитов. Но именно для сидробластной анемии обусловлены действия свинца. Свойственен еще один признак. И это в периферической крови мы увидим эритроциты с пунктуацией вот такой вот базофильной. Она называется базофильная, значит, принимает щелочной краситель, впитывает его и становится синенькой. Значит, базофильная пунктуация, она обусловлена тем, что здесь, в этих эритроцитах, еще есть РНК. Хотя в зрелых эритроцитах РНК быть не должно. А почему она там сохраняется? А потому что свинец, он помимо ингибирования ферментов синтеза гема, он может ингибировать ферменты, которые, вот этот вот фермент 5-нуклеотидаза, которые участвуют в расщеплении этих РНК. И если она подавлена, то в периферическую кровь выходят эритроциты, еще содержащие РНК. Ну, в большом количестве. Естественно, будет увеличение билирубина. И за счет чего? За счет того, что будет гемолиз происходить. За счет ингибирования ферментов синтеза гема мы увидим увеличение, это при любой, при любой сидробластной анемии, да. То есть, пунктуация, это для свинца свойственно. А при других видах сидробластных анемий, все равно мы увидим увеличение аминоливолиновой кислоты в периферической крови. Может быть, увеличение протопорферина, копропорферина, уропорферина. Это можно померить и в моче, и в крови. И в моче можно померить свинец для действия свинца. Таким образом, вы можете избежать лишней, инвазивной, травмирующей процедуры для пациента. Собрав вот эти все данные воедино. Особенно вот это увеличение аминоливолиновой кислоты в периферической крови. Наличие пунктации для при отравлении свинцом и наличие свинца в моче. Вам дадут совершенно четкое представление о том, что эта анемия связана с отравлением свинцом. Особенно, если ваш пациент задействован где-то, например, работает на заводе по производству холодильников. В первую очередь думайте про соль свинца. Вторым аргументом будет наличие анемии на фоне нормы железа. То есть железо в норме, а анемия есть. Причем ярко выраженная анемия. Все.